Просто. В продолжение темы, вот мы сейчас проводим небольшой предновогодний такой опрос-прогноз. Предлагаем нашим респондентам ответить на один вопрос. Каким будет курс белорусского рубля к доллару США 30 декабря 2011 года? Причем нужно назвать конкретную цифру. Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, давайте посмотрим, как отвечали на него респонденты у нас на улицах Минска. Я думаю, что будет близок к тому, что сейчас есть. Белорусская валюта у нас не только ее курс восстанавливается по доллару, но и многовалютная корзина. Мне кажется, останется таким. 7 тысяч через год, да? Мне кажется, меньше. Меньше, чем сейчас. Потому что все, что ходят, разговаривают об этом, что он подскочит курс. Мне кажется, что специально слух пускают, а на самом деле нападет. А люди будут покупать доллары. Сейчас он стоит 2065. 2011, я думаю, что он поднимется все-таки. На протяжении года он будет опускаться, подниматься, как и в этом году. А в следующем году, наверное, уже как евро будет. Мне кажется, ну, 3500. Ну, будет скакать от 3000 до 2500, я так думаю. Смотря как, если изменится валюта, может быть, может, ну, лет бросит, так она будет стоить совсем по-другому. Как вы определитесь, не определитесь? Я думаю, что он подорожает. Ну, порядка 3500 евро будет стоить. Трудно сказать. Власть обещает, что будет дешевле. На мой взгляд, будет намного дороже, если не рухнет наша банковская система. Я думаю, может быть, около 4000, наверное, 3800. Вот так вот. 8 гривен. Я с трейм. Гошел. Получение будет хорошее. Ну, разницы большой не будет. Между тем, что стоит сейчас, и с тем, что будет. Плюс-минус мелочь какая-нибудь. Сколько будет стоить? Меньше будет. 2 800. Думаю, что процентов на 20 может повыситься, чем сейчас. Ну, это, конечно, были не экспертные мнения какие-то, это вот люди так вот рассуждают. А что вы скажете? Ну, знаете, они вот воспроизводят то, что вы говорите, ваши коллеги по телевидению и прочее. Я думаю, это будет в пределах 8%, где-то на уровне 3242 рубля. Запишите, 242 рубля и 64 копейки. К концу дня. К концу 31 декабря. Прогнозы очень... С следующего года? Ну, естественно, конечно. Давать прогноз на 2 дня, это самый сложный, кстати, ревер. Вот, я думаю, что, в принципе, не надо нагнетать настроение, что вот девальвация, что-то рухнет. Дело не в этом. Дело в том, что мы можем связать большое количество денег продажей земельной собственности, продажей части зданий, которые у нас есть. Вот, закрыли министерство, прикрыли ведомство, сократили до черта зданий в городе офисных, продавайте. Вот мы должны за вклады, которые потеряли в 91-м году, отдавайте метрами и так далее. Мы деньги свяжем, связать, так сказать, я думаю, кстати, сейчас в новом правительстве там и неплохой банкир, Румас, вот. Я полагаю, что такого рода, в общем-то, наши вице-премьеры, они понимают, что деньги надо связывать внутри страны, вот. И продавайте ценные бумаги и акции предприятий, вот. Достаточно нам, если мы продадим там только 1% акций там нефтеперерабатывающих заводов для населения, мы столько денег свяжем, дай бог. Вот, это надо делать. Это надо делать, если бояться, так давайте проведем обсуждение, посмотрим все за и против. Вот, и я считаю, что в этом плане белорусский президент был прав, когда сказал, что надо идти от жизни. А жизнь такова, что деньги не должны быть лишними, каждый рубль должен работать. И не так, что 5% сберегает, белорусы могут сберегать 25-30%, как японцы. Что ж, закончилось, к сожалению, наше время, отведенное для эфира. Вот, еще разговаривать и разговаривать бы нам об итогах экономического года. Ну, да, придется прощаться. Это был Леонид Федорович Заик. Спасибо вам за то, что пришли. Я, Андрей Каравайко, прощаюсь с вами уже до следующего года. С наступающими праздниками. Всех пока. Субтитры сделал DimaTorzok